Руководитель гаражного кооператива Игорь Алексашкин показывает, что осталось от уже готовых боксов на первом этаже пока еще не достроенного гаражного комплекса. Сразу видно, работали кувалдой. Подозрения на то, кто мог это сделать, у Игоря Алексашкина, конечно, есть, но вслух обвинять заказчика этого разгрома персонально он пока не хочет. Дескать, кому выгодно, и так понятно. Судебная тяжба с первым застройщиком уже идет два года. Дескать говорит о том, что якобы наш кооператив не оплатил ему деньги за его работу. Он требует, чтобы мы заплатили ему где-то около 19 миллионов или 20 миллионов за нулевой цикл и 7 миллионов за моральный ущерб якобы. То, что мы пользовались его деньгами. На самом деле понять, кто кому и сколько должен без небольшого экскурса в историю точно не получится. Итак, в 12-м году жители ближайших домов вот на этом самом месте, на Касимовском шоссе, решили снести все железные ракушки и построить современный трехэтажный гаражный комплекс. Открыли кооператив на 160 человек, собрали первоначальный взнос по 50 тысяч, нашли подрядчика. Он должен был построить так называемый нулевой цикл, но деньги у него быстро закончились. Может быть, смета была завышена, может быть, стройматериалы подорожали. Факт остается фактом. Даже нулевой цикл, по сути, построен не был. А деньги? Какие деньги? Ваш кооператив не еще должен, заявил подрядчик. Все расходы руководство кооператива вносило в обычную тетрадь, по старинке. И вот правомерность этой тетради подрядчик вроде как оспорил в суде. Хотя кулуарно в телефонных разговорах признавал все. Я вот тебе конкретно вопрос задаю, Рома. Почему ты мне отчеты не даешь по деньгам? Я третий год тебя прошу, блин. Какие деньги ты брал, блин, у меня? За строительство. Только у нас все, чтобы расписать в тетради. В чем вопрос? Эта запись разговора попала к нам совершенно случайно. В ней, как видим, легитимность в тетради не оспаривает никто. То есть деньги этот человек отправление кооператива все-таки получал. А вот по цифрам расхождение существенное. Судя по иску к автокооперативу примерно на 26 миллионов, подрядчик не получал отправления ни копейки. Но это как раз лукавство, говорят в кооперативе. Первоначально 26 он подал. Что якобы ему, что он за свои деньги... Ну, откуда у него могли взяться денежные средства, и для чего было проводить собрания, и на которых он даже предлагал. Уже вот закончились деньги, предлагал. Ну, может, вы кредиты возьмете, ну, членам кооператива. Ну, конечно, на это никто не согласился. И вот таким образом, считайте, стройка... В 17-й год все, стояла стройка. А в 18-й, 19-й, 20-й потихоньку здесь вот началось строительство. А в 21-й, 22-й год полностью стройка прекратилась в связи с судебными рассмотрениями. Сегодня остов гаражного комплекса стоит, но это заслуга не первого подрядчика, а уже второго, пришедшего ему на смену. Если бы не судебное разбирательство, говорят здесь, комплекс был бы уже построен. Деньги инвестора на тот момент были, но тяжба все приостановила. Тем временем обычные пайщики, вложившие в стройку почти по полмиллиона своих кровных, уже близки к отчаянию. И к подрядчику, подавшему в суд, отношение тут явно недоброе. А то эти суды, вот этот Васильев, он уже надоел всем уже. Не хочешь ты, но ради бога, ты не мешай другим, как в любой стране, но не мешай ты тогда хотя бы, чтобы люди достроили, чтобы ночью. И деньги вернул, которые, чтобы отдал. Мне тоже 60 лет военный на пенсии, в отставке. Вот сын у меня сейчас старше, второй раз уже в Украине то же самое. И как-то хочется, чтобы и осталось что-то, и детям что-то было нормальное. Для них стараемся всегда, всю жизнь. А тут получается вот такое вот. Пока что телефон подрядчика недоступен. Зато доступна история его деятельности. Свою фирму он регистрировал в свое время именно здесь, на месте стройки гаража. И вот сейчас почтой на этот адрес стали приходить постановления судебных приставов на разные суммы. И даже из других регионов страны. Видимо, там эта фирма тоже наследила. Судя по всему, подача иска к пайщикам, это был такой ход конем. Заявленной суммы должно хватить на покрытие долгов. Вот и получается, что пайщики теперь, по сути, должны заплатить дважды за работы, которые, скажем так, даже сегодня вызывают споры.